В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения состоялся мастер-класс российского писателя, сценариста, эксперта по стратегическим коммуникациям, создателя литературно-театрального проекта «Беспринципные чтения» Александра Цыпкина и показ презентации проекта «Канские львы». Ведущим творческой встречи стал продюсер и директор проекта «Ночь пожирателя рекламы в России» и популярный спикер мастер-классов и форумов ВУЗа Данил Костинский. Три минуты смотреть не буду, 20 секунд, но гляну. И при этом мы видим другую тенденцию все-таки тяготения к просмотру сериалов. Почему? В чем вот эта разница? Почему это срабатывает? Почему и то, и другое развивается одновременно? Александр Цыпкин рассказал о современных тенденциях в рекламе и пиар. Так наш век соцсетей и основная сфера воздействия на аудиторию переносится именно в интернет-пространство. Зачастую смотрят вот здесь. То есть люди тратят сотни миллионов рублей на продакшн, на спецэффекты, а смотрят все равно вот здесь, вот так. Более того, смотрят кусками, нарезанными в ТикТоке или в Ютубе. А, ну я посмотрел, я же две сцены-то главные видел. Совершенно по-другому пиар строится. Надо реально вырезать лучшие моменты, выкладывать все эти, чтобы как-то зацепить каким-то образом. Здесь работают цепляющие заголовки, эффектные кадры, то, что приковывает внимание сразу. Именно за счет краткого формата, удерживающего напряжение, набирают популярность сериалы. Когда я выгнал в сети посты на пять тысяч печатных знаков, мне сказали, в смысле пять тысяч? Двести – это максимум. Пятьсот, пять тысяч никто никогда в социальных сетях не прочтет. Я говорю, прочитываю, потому что я разделю эти пять тысяч на куски по двести знаков, под пятьсот знаков, чтобы человеку было интересно читать дальше. То же самое с сериалами. Так это и происходит. Вот это все равно все разделено на короткие куски. У зрителей была возможность задать вопросы спикеру. Один из самых популярных – рекомендации начинающим представителям медиасферы. Какие книги читать, смотреть фильмы, как развивать умение выстраивать коммуникацию с аудиторией. Вас так приятно слушать, как вы выражаете и написание, и в речи свои, и то, что вы думаете. Есть ли какие-то советы для нас, людей в медиасфере, кто хотят тоже или писать, или говорить? Были вопросы и от преподавателей вуза. Любой сценарий, который приносит у нас на студию, у нас на студию большую студию взрослую, маленькую студию, кирдебют. Все сценарии спрадают недостатком блестящих, легких, разговорных диалогов. Это не простая вообще проблема. Как вы думаете, все-таки это только ваш талант, или как-то вы воспитывали в себе легкость диалога? Я просто набрал себе в голову лингвистику бандитов, лингвистику дворников, лингвистику профессуры. Что-то я взял из дома и так далее. Поэтому я могу подстроиться под речь, я в своей жизни слышал столько диалогов, что я могу просто их пересказывать. Завершением мастер-класса стала презентация проекта «Канские львы» от директора проекта «Ночь пожирателя рекламы» в России Данила Костинского. Каждый представленный ролик – образец того, как запоминающийся сюжет привлекает внимание к продукту и приближает само явление рекламы к искусству. Редактор субтитров А.Семкин